Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, на орбиту Земли отправился первый человек. Им стал летчик-космонавт Юрий Гагарин. Самое непосредственное отношение к этому имеет Самара, которую не зря называют космической столицей России. Двигатели и саму ракету-носитель для полета сделали на предприятиях Куйбышева. И до сих пор вся пилотируемая российская программа выполняется на ракетах, собранных в Самаре. В этот день в Самаре прошел целый ряд торжественных мероприятий. На заводах космической отрасли чествовали ветеранов, а для будущих поколений подготовили послание, которое заложили в специальную капсулу. Ее должны открыть в 2061 году. Здесь же у музея Самара космическая вскоре должны построить планетарий. Когда это произойдет, расскажем в нашем следующем сюжете. У музея Самара космическая в этот понедельник необычайно многолюдно. К 60-летию полета Юрия Гагарина решили подойти фундаментально во всех смыслах. 12 апреля здесь дали символический старт строительству планетария. О самом проекте стало известно еще в прошлом году. Идея постепенно движется к своему воплощению. Мы разработали проект, мы защитили его на организационном комитете подготовки празднования 60-летия первого полета человека в космос. Нужно найти теперь финансирование. Мы начнем строить в любом случае. Будем, если необходимо, выделять средства из регионального бюджета, привлекать средства спонсоров. Но, конечно, очень важна федеральная поддержка и федеральное финансирование этого проекта. И хочу сказать, что депутат Государственной Думы активно, целенаправленно, системно этим занимается. Давайте мы сегодня дадим друг другу слово, чтобы планетарию быть. Пока бюджетом предусмотрены траты на проектные работы. 16 миллионов рублей. В парламентской лобби строительства планетарии в лице депутата Госдумы Александра Хинштейна во время торжеств на финансовых вопросах заострять внимание не стало. Все-таки праздник. Зато парламентарий подчеркнул, что без планетария в Самаре никак иначе получается, что космическая столица как бы не совсем столица. Мы, конечно, не имеем того масштаба, как Юрий Алексеевич Гагарин. Наши «поехали» звучат не так громко и не так мощно. Но, когда сегодня мы заложим капсулу, конечно, мы скажем именно это слово «поехали» и наш процесс будет уже необратим. В основании музея изложили капсулу с посланием «Потом». Прочитать его они должны в 2061 году, на столетии полета первого человека в космос. Впрочем, это дело далекого будущего. Планетарий же нужен уже сейчас. Это же не просто развлекательный центр. Это центр научно-познавательный. Это центр, где будут проводиться научные конференции, симпозиумы и многое-многое другое. И я убеждена, что московский планетарий будет еще у нашего планетария учиться. И мы уверены, что люди, которые молодые, которые пройдут череду планетарий, придут работать в РКЦ «Прогресс». У нас очень много работы, много ракет, много космических аппаратов. И мы даем слово, что мы сделаем, выдержим и выполним все обязательства перед страной, которые у нас есть. Сможет ли визит в планетарий настолько вдохновить молодое поколение, что оно встанет на тернистый путь ракетостроителей, сказать сложно. Но параметры проекта впечатляют. Пять этажей, из которых два подземных, астрономическая площадка для наблюдений, звездный зал, экспозиционные и другие помещения. Построить планетарий планируется в 2024 году. А накануне Дня космонавтики специалисты Яндекса составили рейтинг космических запросов, сделанных пользователями сервиса. Например, самые частые вопросы про первого космонавта. В каком году он полетел в космос, как погиб, сколько длился его полет. А вот в рейтинге поисковых запросов про фото Юрия Гагарина на первом месте изображение его семьи, на втором Гагарин в скафандре, на третьем в космосе, на четвертом знаменитая гагаринская улыбка. Спрашивают и про космонавтику в целом. Самый популярный запрос, когда в нашей стране день космонавтики. Затем следует вопрос о том, кого считают отцом космонавтики и на третьей строчке, какой город считается колыбелью космонавтики. К слову, это Калуга, родина отца космонавтики Константина Циолковского.